Привет-привет, тельцы! Это расклад для вас на апрель месяц. Будем мы смотреть его на трех колодах Таро, с каждой я возьму по три подсказочки. Что ж, давайте смотреть, что приготовил вам апрель, какие события будут входить в вашу жизнь. Правосудие. Для кого-то это может быть окончание судебных дел или начало. Но если вы планируете начинать в начале апреля какие-то судебные процессы, то я бы вам не рекомендовала. Во-первых, у нас там коридор кармических затмений, и это сильно может ударить по вашей карме. А во-вторых, там еще и ретроградный Меркурий. И если вы начнете какое-то судебное дело, оно может длиться просто бесконечно. Поэтому если есть возможность отложить, то лучше тогда переносите это на конец апреля. Если же у вас тянется давно какое-то судебное дело, то тогда это удачное завершение. Когда вы получаете то, за что боролись. Давайте посмотрим дальше. Верховная Жрица. Вам открываются тайны. У вас появляется какой-то элемент ясновидения. По Верховной Жрице могут всплывать на поверхности какие-то ваши, конечно, страхи и сомнения. Но при этом они будут давать вам ясность ваших намерений. Могут приходить вещи и сны. Обращайте внимание на это. Возможно, вы поймете в коридор кармических затмений, как работает карма. И если вы хорошо, так скажем, последние полгода вели себя по оценке Вселенной, то вам откроются новые перспективы. Все, что вы задумали, будет складываться легче и проще, потому что у вас наработка хорошая. Если же вы, так скажем, плохо себя вели, то также по правосудию вам будут открываться какие-то ваши нехорошие поступки и возвращаться бумерангом от других людей. По Верховной Жрице еще, может быть, вы захотите обратиться к какому-то человеку, который владеет тайными знаниями. Это может быть астролог, психолог, гипнолог, кто там еще, даролог, да? И еще что по Верховной Жрице. Если подписываете какие-то документы, то обязательно читайте все, что написано мелким шрифтом, потому что по Верховной Жрице могут быть какие-то, когда вас хотят обмануть, затуманить вам разум, не сказать все условия. Для этого вам необходимо обладать очень хорошей интуицией и, конечно же, углубляться в процесс того, что вы обсуждаете или что вы подписываете. Смотрим дальше. Дьявол. Ну, у вас прямо очень кармический коридор влияет на вас. То есть можно попасть в какую-то зависимость. Я говорю, если вы начинаете какие-то судебные дела, то они будут длиться очень долго. Вы не знаете всех подводных камней этого процесса и вы попадете в большую зависимость. При этом может не в плюс сыграть вам потом это решение, когда вам придется что-то долгое выплачивать или иметь какие-то нехорошие последствия. По дьяволу могут встречаться люди, которые будут вас, так скажем, уговаривать на что-то, казалось бы, перспективное, легкие деньги обещаться, большой куш и так далее. Вот не соглашайтесь, потому что это тоже будет пахнуть обманом или вообще вы попадете в какую-то кабалу, когда вы, не знаю, выложились в какую-то пирамиду финансовую. Есть она сейчас или нет, не знаю. Но такое раньше было возможно. Единственное, что если ваша деятельность связана с какими-то клубами, где курят, пьют, употребляют алкоголь, шумная музыка, да, то тогда вы будете иметь большой успех и вы, ну, все будет хорошо. Но таких у нас людей немного, поэтому будьте больше осторожны, особенно в первую, там, первые две недели апреля, это точно. Ну, давайте посмотрим на другой колоде, что вас ожидает. Туз-чаш, туз-чаш – это исполнение желания. Это когда боги помогают нам для того, чтобы подарить нам больше радости, больше счастья, больше наполненности. Возможно, что если вы не поддадитесь на какие-то уловки судьбы и сможете избежать вот этих тайн, интриг каких-то, да, то вам подарят по выходу из кармического коридора затмений какое-то исполнение желания, когда вы будете чувствовать себя прекрасно, вы будете понимать, что жизнь удалась, вы счастливы. Есть и любовь, и исполнение мечты, и это какие-то новые шансы и горизонты открываются перед вами. Давайте смотреть ещё одну карту. Девятка мечей. Девятка мечей говорит о бессонных ночах, когда мы думаем, прокручиваем какие-то сценарии в голове либо прошлого, который уже нельзя исправить, либо переживания за будущее, может быть, за какого-то человека или за какую-то ситуацию. По девятке мечей совет только один. Не стоит печалиться о том, что уже прошло, вы не можете там ничего изменить. Всё как сложилось уже, так сложилось. Если вы переживаете о будущем, то не лучше ли прокручивать тот сценарий, который вам необходим, так как это бы разрешилось в лучшую сторону для вас? Потому что чем больше мы переживаем и прокручиваем это в голове, тем быстрее мы притягиваем к себе негатив. Поэтому постарайтесь откинуть все сомнения и тревоги и сконцентрируйтесь на том, чего вы хотите, чего вы желаете. И проецируйте это будущее в своей голове. Так вы притянете самый максимально лучший сценарий, который возможен. По девятке мечей ещё могут быть бессонные ночи, связанные, например, с перелётом с каким-то, или когда вы получаете какой-то новый шанс, и вам нужно поработать над каким-то проектом, над каким-то делом. Может быть, вы влюбились, и вы гуляете по ночам под звёздным небом, и поэтому не спите. Тогда это прекрасное время. Наслаждайтесь. По девятке мечей у нас ещё могут проходить бессонные ночи, связанные, например, с тем, что у вас маленький ребёнок, и он капризничает по ночам. Ну, тогда это тоже приятные хлопоты. Смотрим ещё одну карту. Пятёрка Пентаклей. Может быть, вы переживаете за отсутствие рядом с вами кого-то близкого, кто далеко, и вам его не хватает. Может быть, вы переживаете за какие-то свои финансы. Если вы поддались искушению и куда-то вложились, то это может давать... То есть сначала вы поддались искушению, вложились, вы счастливы, вы рады, что вам выпал такой хороший лотерейный билет, и сейчас вы ожидали какого-то куша, наполненности, а потом понимаете, что всё не то золото, что блестело, и теперь вы не спите по ночам и переживаете за ваши вложения и финансы. Также может быть по пятёрке Пентаклей, когда мы имеем плохое самочувствие, например, мы простудились, нас набит, нам холодно, куда-то отправились, оделись не по погоде, задержались, то есть уехали утром, и вдруг по каким-то причинам пришлось остаться где-то на ночь, и вы не были одеты для ночных прогулок, и вы ощущаете, что вам холодно. Может быть и так. Давайте, наверное, из этой колоды вытащу ещё одну карту, что-то как-то у нас нагнетается обстановка. Посмотрим, чем дело закончится. Семёрка мечей. Семёрка мечей говорит о предательстве, о том, что вас могут действительно обмануть, и, может быть, кто-то, вы переживаете, что кто-то забрал, может быть, вашу идею, или в прямом смысле, там, не знаю, у вас украли сумочку, кошелёк, деньги какие-то. Будьте осторожны всё-таки в апреле месяце. А также в положительном ключе Семёрка мечей может говорить о том, что вы уходите тайно откуда-то, может быть, из каких-то отношений, которые вы переживали, и вам там было, вы чувствовали себя одиноким человеком, непонятым, неразделённая любовь. И вы, наконец-то, решаетесь уйти из этих отношений и уходите по-тихому, собрав вещи, может быть, пока человек спал, или его не было, он был на работе. Также вы можете, например, уходить из каких-то сообществ, ну, удаляться из групп, да, или прощаться с какими-то людьми, когда вы уже понимаете, что здесь ловить нечего. Хорошо, давайте смотрим на другой колоде, что же вас ждёт уже там под конец апреля. Туз Жезлов. Начинается новое движение, новая страсть, открываются новые перспективы. Вы действительно чем-то закрытись и захотите предпринять какие-то действия для того, чтобы улучшить вашу жизнь. Это может быть связано и с новой работой, с вашей какой-то новой деятельностью, может быть, новое хобби, может быть, новое знакомство, когда вы чувствуете вот эту страсть, огонь внутри, и вы хотите действовать на направлении этого человека. Давайте смотрим дальше. Рыцарь мечей. И вы точно не будете в конце месяца сидеть и печалиться о чём-то. Вам будет некогда. Вы будете ловить просто шансы, которые будут входить в вашу жизнь. И это будет зависеть от ваших активных действий, потому что будет много звонков, переписок, каких-то событий, когда вам нужно будет срочно сорваться, куда-то поехать, что-то решить, кому-то написать, позвонить, принять там какую-то посылку, письмо. То есть ваша жизнь начнёт кипеть в нужном для вас русле, и вы будете получать от этого большой кайф и драйв. Поэтому не пропускайте ничего важного. Берите всегда трубку, смотрите, проверяйте почту. Там будут новые шансы для вас. Смотрим ещё одну карту. Страшный суд. И у вас получится возродиться. Вы действительно очнётесь, как будто бы вы в середине месяца, то есть у нас и начало месяца достаточно кармическое у вас, тут три старших аркана. Это серьёзный такой кармический урок, когда вам нужно, может быть, избавиться от какой-то зависимости, может быть, как раз от каких-то созависимых отношений, когда вы узнаёте, например, что у вашего партнёра или партнёрша есть третий лишний, так скажем, в отношениях, и вы долго будете сомневаться, вы будете там не спать ночами, но в конце концов вы принимаете верное решение разорвать эти отношения, и как только вы примете это решение, у вас начнётся новая волна жизни, у вас начнут входить события и даваться вам шансы для того, чтобы вы переродились. Месяц апрель для вас достаточно трансформационный, но вы поймёте, что вы из себя представляете на самом деле, чем вы хотите заниматься, с какими людьми вы хотите общаться, как вы дальше будете жить и двигаться по этой жизни. Поэтому я желаю вам апрель месяц действительно прожить на позитиве, запаситесь терпением и проецируйте в своей голове только самое лучшее. Помните, что бы ни произошло, в коридор затмений или по выходу из него всё вам только на пользу, для того, чтобы вы наконец-то смогли очнуться и начать что-то новое в своей жизни. Не держитесь за старое, не накручивайте себя по пустякам. Лучше уйдите по-тихому из того окружения или от тех людей, или от тех обстоятельств, которые не приносят вам счастья и не способствуют продвижению ваших дел. И вы сразу же почувствуете отклик от Вселенной, что вы на правильном пути. Вам будут чуть ли не каждый день приходить знаки того, что вы теперь можете гораздо больше, и вы будете наполняться этой силой и к концу месяца вы поймёте, что всё, что произошло с вами, было не зря, что всё это поменяло вас к лучшему, чего я вам и желаю.